Привет, дорогой зритель! Это современные правила этикета. Если вас подрезали, то по правилам современного этикета у вас есть возможность, поравнявшись его машиной, бросить на человека продолжительный взгляд. Не потратьте взгляд просто так! Эх, юнец, когда-нибудь он поймет, как правильно нужно водить машину. Максимально используйте подаренную свыше возможность отыграться. Если вы сидите и к вам подошли поздороваться, то хорошим тоном будет привстать, но не до конца. Тем самым вы проявите уважение и не отнимете свои важности в глазах товарища. Помните, величина подъема зависит от уровня значимости человека. Тип номер один – братан. Тип номер два – рядовой одногруппник. Тип номер три – человек, который висит у тебя в подписчиках ВКонтакте. Во время первого свидания действует правило 80 на 20. 80% времени просмотра меню вы должны потратить на название блюд и только 20 на цену. Будьте мужчиной, сделайте заказ на круглую сумму. Ведь так вам не принесут сдачу мелочью, которую придется оставить официанту в качестве чаевых. Да и кипяток-то подлили только два раза. Хорошим тоном будет придерживать дверь для идущего сзади вас человека. При этом он обязан сделать вид, как будто он ускоряется. Но только для вида. Помните, вы не должны держать дверь для людей, которые слишком далеко от вас. Иначе они могут подумать, что вы задумали что-то неладное. Если вы часто о чем-то спрашиваете у своего одногруппника, то в один момент он может просто от этого устать. Что делать? Задайте перед этим пару отвлекающих вопросов, чтобы он не догадался, что вы общаетесь с ним только из-за его домашних заданий. Как дела, бро? Шерлок, Шерлока, смотрел Шерлока? Спойлеры, да? Спойлеры. Дайте писать домашку. Да, конечно, держи. Но помните, перед более серьезной просьбой придется заморочиться. Ну что ж, Евгений, спасибо, что пришли к нам. И сразу же первый вопрос. Почему все-таки программирование? Вы знаете, я думаю, все начало еще в детстве, когда родители попросили поставить им время на микроволновке. Но сейчас для меня программирование это как искусство. То есть можно сказать, что вы Айвазовский отпрограммировали? Да, определенно, определенно. Могли бы вы в таком случае сдать за меня программирование? Да, Женек, да хорош. А как же Шерлок? Крайне неуважительно здороваться с мокрой рукой. Можно, конечно, просто помахать, но более солидно будет так называемое тюленье приветствие. Или вы можете сразу обозначить, что у вас мокрая рука и начать сушить ее о правую сторону своего тела. Однако, если времени у вас в обрез и вы не успеваете досушить руку, то воспользуйтесь тряской запястья. Тряской запястья – выбор джентльменов. Это были современные правила этикета. Надеюсь, они помогут тебе избежать трудных ситуаций. Привет, ковбой! Если у тебя есть парочка идей, какие еще есть современные правила этикета, напиши их в комментариях, и третью часть ролика мы снимем по вашим идеям. Кстати, первая часть ее можно посмотреть где-то вот здесь. А еще хорошим правилом этикета является подписаться на канал, где снимают годноту. Так что подписывайтесь на нас. Громкие рыбы, Универ ТВ. И шляпы тут никак ни при чем. Просто у нас рядом магазин всего по 55 рублей.